Мы начинаем наше такое комплексное, я бы сказал, юбилейное мероприятие, посвященное 120-летию, со дня рождения великой пианистки Марии Вениаминовны Юдиной. Вот эту первую выставку организовал наш архив. Очень много интересных материалов предоставлено Тамарой Ивановной Леонидович. Это супруга Анатолия Михайловича Кузнецова, летописца Юдины. Ее биографа и человека, которому мы все обязаны очень многими знаниями об этой пианистке. Интерес есть и никогда, я надеюсь, не угаснет. Потому что личность выдающаяся и выставка этому свидетельствует. И всем огромное спасибо. Мы собрались в честь 123-я гениальной пианистки Марии Вениаминовны Юдиной. И открываем выставку, посвященную ей. К этой выставке мы готовились долго. На выставке представлено так, как архивные материалы нашего архива Московской консерватории. Это ее личное дело профессора. Она работала в консерватории с 1936 по 1941 год. Также мы запрашивали два личных дела из Санкт-Петербурга. Это Центральный исторический музей. Это личное дело студентки Юдины. Это ЦГАЛИ. Это личное дело профессора Юдины. И Российский национальный музей музыки. Оттуда мы тоже брали материалы. Также большую помощь в организации выставки нам оказал и Константин Владимир Зенкин, и Марина Анатольевна Дроздова, и Тамара Ивановна Янкевич, и Яков Сергеевич Назаров. А вот здесь я собрал все, что художники, с которыми она общалась, ее рисовали на протяжении всей ее жизни. Оказалось, это не так много. То есть художников вокруг было много, но рисовали ее немногие. В частности, мне очень жалко, что в Жилинске, которых не был близок, и с домом которых, вот этот дом Фаворского, откуда все, почковали все эти художники, был тоже ее очень близок. Но он ее не нарисовал. Какой мне объяснил? Потому что он то ли стеснялся, то ли боялся непонятно. Он говорит, я когда видел ее руки, то я боялся нарисовать ее руки. Вдруг как бы не получится. Она интересовалась вообще всем современным искусством, но, к сожалению, по условиям нашей той жизни, она не очень в этом была осведована, что касается изобразительной работы. Она видела какие-то редкие иллюстрации. И, в общем, вот, я помню, когда была американская выставка, знаменитая в Америке, для нее это произвело огромное впечатление, и она сразу полюбила полу. Вот, хотя у меня такое, ну, я не могу это утверждать, но мне кажется, что, поскольку она была очень убежденная христианка, то все, что было каким-то образом связано с православием, она принимала безоговорочно. И мне кажется, что эти огромные полотна полука, она приняла, назвала великим художником, потому что эти полотна называли соборами. И для нее это было, ну, одно из главных, как бы, вот, условий принятия. Здесь работа, висят четыре работы, даже пять даже работ. И это такие мало, то есть они сейчас довольно известны, они, к сожалению, уже давно умерли оба. И это такие художники-футуристы из города Ейска. И это такие авангардисты, которые жили в русской провинции и занимались абсолютно таким формальным, как бы, искусством, широко неизвестно. У них был очень маленький круг общения. И нарисовали целый цикл работ, посвященных Юдинам. За эти годы Анатолием Михайловичем Кузнецовым, мой покойник, было издано, он может убедиться, прежде всего, ну, в любом порядке, семь томов эпистолярного наследия, Мария Емельевна, переписка с самыми великими, в том числе, людьми, Пастернак, Фаворский, Флоренский, там, Левенский, вообще, кто хотел. Фаворского она считала учителем жизни, мне кажется, именно потому, что, в частности, потому что все его высказывания об искусстве, которые она часто цитирует очень, и они именно гораздо больше, они выходят за пределы просто вот конкретного, допустим, приема в живописи, в графике, а это философия, то, что именно в Марии Емельевны все переходило в философские обобщения.